приветствую гостей и подписчиков канала сегодня как и обещал у нас отстрел новые игрушки новой пневматической винтовочки вот она это кроссман кроссман квест тысячная серия так вот она выглядит установил новую газовую пружину на 145 атмосфер и новую манжетку штатную снял поменял на манжету вада вроде как они получше считаются так винтовочку практически новая приобрел на вторички ну за очень лайтовую цену под проект так вот она выглядит думаю в дальнейшем мои ложе и почистим покрасим в более темный цвет поскольку более темный цвет меня больше привлекает между такое светлое дерево в общем после небольшого вреда стояла обычная витая пружина штатная заводская даже по-моему не усиленно если не ошибаюсь стояла такая лайтовенькая установил газовую установил манжет и приехала 30 отстрелять ее на кучность то вон стоит у нас мишенька дистанция ровно 30 метров видите такой местный тир там вот отметки еще есть 50 метров здесь вот 30 . и сейчас попробуем два вида пуль поскольку винтовочку хочу прокачать под охоту на мелкую дичь поэтому в планах отстрелять такие вот два вида пуль это ультрашок всеми уже знакомые на моем канале которые прилетали боком с хацана все-таки они мне очень нравится их не работа при попадании то есть как они раскрываются тайны экспансивные пули так вот они выглядят у них головка ну и целом вот так выглядит пуля и hello point premier это кроссманский пуля до кроссманский выпускает как раз и винтовочка то у нас принципе тоже кроссман они более легкие они весят 051 грамма тоже экспансивные но как вы видите заметно меньше по размеру и в головке отверстия тоже меньше чем утра шока в общем стрелять будем на 30 . с открытых прицельных открытых прицельных и посмотрим на результат накучность данной винтовки на практически новая хозяин с нее практически не стрелял он и приобрел слегка побаловался там где-то не знаю у себя в огороде и бросил у нее ее приобрели немного прокачали доделали вот такая вот мишенька у нас нарисовал установил сейчас мы сюда установим также камеру и отстреляем будем делать по 5 выстрелов именно выстрелов не шотов потому что некоторые люди подписчики ругаются в комментариях что называют шотами выстрелы вроде как россия youtube канальчик российский а высказывания какие-то непонятные устанавливаем камеру дополнительную и идем на отстрел все у нас готовы для отстрела первыми думаю отстреляем премьеры а потом ультрашоке погнали 5 выстрелов ребятки а а а а а а а а а и Продолжение следует... Так, есть первые пять выстрелов Кросманова, идем смотреть на результат. Пули все ушли значительно ниже, я уже отсюда вижу, что очень огромный разбег, ну просто космический. Такой вот результат получился, просто космос. Это очень плохо, очень плохой результат. В принципе, я смотрел на фаску, фаска там терпимая. Так, сейчас хэллоу-пойнт отстреляем. Специально нарисовал мишеньку повыше на листочке, поскольку если ушли такие легкие пули низко, настолько низко, то хэллоу-пойнт, он гораздо тяжелее, но не гораздо, но тяжелее. Они, думаю, идут еще ниже. И чтобы нам понять, увидеть кучность, не делая поправок никаких на винтовке, нарисовал мишеньку повыше. Сейчас петлю отстреливаем еще хэллоу-пойнтом и будем смотреть на результат. Но уже он меня не радует. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Так, есть пять выстрелов, идем смотреть. Что-то после второго, по-моему, или третьего выстрела, но не понравилась казенная часть. Там какой-то свинец непонятный откуда-то появился, как будто я при захлопывании размазал слегка юбку пулькика. Она легко вставляется. Ну вот, пять выстрелов есть. Такой вот результат. Раскидала по высоте, и опять вот рваны такие раны. Непонятные, как будто вновь пульки наши пролетают боком. Как и в прошлый раз я говорил, хотя вот здесь, судя по отметкам, все лежит ровно. Да, никакого бока нет. Вот здесь такое чувство, что даже две пули. Такой огромный результат, просто нереальный разброс. Это никуда не годится. Надо с этим что-то делать обязательно. Я думаю, что мы теперь проверим еще раз фаску у винтовки. И укоротить хочу стволик, поскольку он слишком длинный. С завода ставится. Это, конечно же, для удобства взвода больше, чем для какой-то силы выстрела или чего-то еще. Как показал практика, укорачивание ствола влияет хорошо на кучность, но никак не влияет на мощность, на скорость пули винтовки. То есть мы не теряем скорости, ни капельки, только выигрываем в кучности. Поскольку был уже такой опыт, что укорачивать стволик 5-7 сантиметров, и повышается кучность, ну прям отлично повышается. Я думаю, что мы этим займемся. Укоротим на ней стволик, думаю, сантимов на 5, укоротим точно. И сделаем новую хорошую фаску уже сами. Поскольку многие производители делают фаски, ну так себе. Несмотря на то, что это кросслан, ну по сравнению, допустим, с турками, с хацанами, вообще качество отличное. Во всем вот я разбирал. Везде все прям отлично сделано. Все прям подогнано. Ничего не болтается. Стволик вообще никак не лихтит ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево. По сравнению с хацаном, там все время болтается ствол во все стороны. Ну уж вправо-влево точно. Здесь же все прекрасно. В этом плане. В общем, такая вот винтовочка. Такой краткий был отстрел после небольшого апгрейда, так сказать, улучшения. И сейчас, думаю, что мы на этом сегодня закончим. А в следующем выпуске я уже покажу, как я укоротил стволик. Покажу сам процесс укорачивания, как я делал фаску. И, конечно же, приедем на отстрел, посмотрим на результат после укорачивания стволика и переделки самостоятельно фаски хорошей. Ну, а на сегодня мы заканчиваем. Такой вот краткий обзор, повторяюсь. На сегодня мы заканчиваем, ребятки. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Кому интересна такая вот тематика прокачки пневматики. Будем снимать больше про пневматическое оружие. Будем снимать также про PSP, если вам это интересно. Купим, соберем, разберем. Желательно, конечно, самоделочку собрать. Ну, как самоделочку из комплектующих, которые есть на рынке. Что-то такое интересное, сверхмощное можно собрать. В общем, кому это все интересно, пишите обязательно в комментариях. И обязательно ставьте лайки, поскольку они прям вот двигают наш канал, повышают настрой. И, соответственно, подталкивают к новым видео, к более частым, к более интересным. Все, ребятки, на этом заканчиваем. Всем пока. Поехали пилить стволик и готовиться к новому видео. Пока.